Проверить законность смены управляющей компании. С таким вопросом на личном приеме главе Самары Елене Лапушкиной обратились жители поселка Восточный в Зубчининовке. Накануне глава города приезжала к ним во двор после обращения во время прямого эфира на телеканале Самара ГИС. Выяснилось, что управляющие организации больше заняты борьбой за дома, чем исполнением своих обязанностей по уборке территории. Глава Самары Елена Лапушкина призвала руководителей компании взяться за уборку территории, а жителей в электронном формате выбрать организацию, которой доверят обслуживание своих домов. О строительстве социальных объектов спросили жители квартала в границах улиц Печорской, Дыбенко, Революционной 4-го проезда. Эта территория активно развивается, появляются новые жилые дома и горожане обеспокоены, что действующие школы и детские сады могут быть переполнены. Глава города Елена Лапушкина отметила, что застройщик имеет обязательство по строительству новых учебных учреждений. Возможные места расположения будущих соцобъектов обсудят с жителями на следующей встрече. Застройщики, заходя на эту территорию, они идут, понимая, что на этой территории они обязаны расселить ветхие дома за свой счет. Как правило, построить детские садики, если там есть очередность, построить школу, если есть там необходимость, либо поликлинику, если там есть необходимость. То есть социальная нагрузка на них достаточно серьезная. Жители дома номер 71 по проспекту Кирова обратились с просьбой решить проблему горячей воды. В дом она поступает низкой температуры. Из-за того, что большая часть дома не заселена, вода успевает остыть в трубах из-за отсутствия водоразбора. На приеме у главы застройщики пообещали, что к середине октября проведут экспертизу и установят насосное оборудование, которое позволит обеспечить жителей горячей водой. Кроме того, жители дома задумались о смене управляющей компании. Елена Лапушкина поручила главе района помочь жителям освоить электронный формат проведения общедомового собрания. Давайте дождемся насоса, дождемся выбора управляющей компании. Если у вас есть вопросы по проведению собрания в электронном виде, вот у нас Данила Викторовича, глава района, встретят, покажут, как зарегистрироваться, как провести и, в общем, окажутся от действия. Также жителей беспокоит дальнейшая судьба стадиона «Восход», который находится вблизи их дома. Они хотят, чтобы объект был восстановлен и благоустроен. Елена Лапушкина ответила, что обратится с этим вопросом в Министерство спорта. В чем ведомстве находится эта площадка? Андрей Горгуленко, Константин Головин. События.